Здравствуйте! На телеканале Первый Тульский, программа «Особое мнение». Я Сергей Савицкий. Подводим итоги года предпринимательства. Сколько средств было направлено на поддержку развития малого и среднего предпринимательства и каким новшеством готовится малому и среднему бизнесу в 2017 году? У нас в гостях председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева. Здравствуйте, Татьяна Валентиновна! Добрый день! Год предпринимательства – это не каждый год у нас такой, да? Вот каким он для вас был, этот уходящий 2016 год? Год был насыщен яркими событиями. Очень много мероприятий прошло с участием представителей бизнес-сообщества. Много нововведений как на федеральном уровне, в федеральное законодательство, так и на региональном уровне. И все эти законы, все изменения в законодательство, они направлены именно на создание комфортных, благоприятных условий для развития бизнеса. Ну, приведем несколько примеров. На федеральном уровне приняты надзорные каникулы. Закон о надзорных каникулах, которые предоставляют каникулы для добросовестных предпринимателей, для малого бизнеса на три года. Что это значит, эти каникулы? Это значит, что малый бизнес освобождается от проверок. На три года? На три года. Ну, включая 2016, 2017 и до конца 2018 года. За исключением определенных видов экономической деятельности, которые связаны с сохранением здоровья населения, с опасными объектами. Вот это исключается. Затем введена такая мера, как предупреждение, то есть за впервые совершенное нарушение предприниматель не привлекается к штрафу. Ему выносится предупреждение. На федеральном уровне субъектам Российской Федерации были предоставлены полномочия по введению налоговых каникул, по введению налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. И вот Тульская область, она в полном объеме воспользовалась такими полномочиями. Приняты у нас налоговые каникулы, то есть действует нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Введен ряд налоговых преференций. И на сегодня действует более 10 областных законов, которые именно направлены на снижение налогового времени для предпринимателей. Татьяна Анатольевна, большое количество таких возможностей для развития бизнеса, это мы говорим малый и средний. Это называется бизнес какой? Это какой уставной капитал должен быть? До каких сумм этот бизнес? Уставной капитал для юридического лица это 10 тысяч при регистрации. А индивидуальный предприниматель? Индивидуальный предприниматель, он регистрируется, платит госпошлину 800 рублей за регистрацию и можно регистрировать свой бизнес. И все, и уже все вот эти льготы, которые вступают, он может уже и не пользоваться. Конечно, и надо сказать, что сегодня мы предоставляем такую услугу, как оказываем содействие для регистрации бизнеса. Не только по формированию комплекта документов, необходимых для регистрации. Рабочее место сотрудника Центра поддержки предпринимательства у нас организовано в 10-й налоговой инспекции. То есть граждане, которые приняли для себя решение открыть свой бизнес, заниматься предпринимательством, приходят для регистрации бизнеса в эту налоговую инспекцию. И здесь же сразу получают бесплатную помощь по оформлению комплекта документов. Они получают сразу консультации по тем видам поддержки, которыми они могут воспользоваться, зарегистрировать свой бизнес на территории региона. Помогаем им сразу сориентироваться по видам налогообложения. Рассказываем им о тех налоговых льготах, которыми они могут воспользоваться. Здесь очень важно донести эту информацию до предпринимателей, потому что все эти налоговые преференции носят заявительный характер. Обратился предприниматель в налоговый орган, оформил, если он знает, что он попадает под налоговые каникулы или налоговые льготы. В этом случае он должен обратиться в налоговый орган и оформить соответствующие льготы. Если он не обратился, автоматически эти льготы не оформляются. Тогда он будет платить по полной ставке налог. Вот такие у нас меры поддержки, начиная от первых шагов по регистрации бизнеса и даже еще до регистрации бизнеса. Мы проводим такой комплекс мероприятий, которые направлены на популяризацию предпринимательской деятельности, на вовлечение населения в занятия бизнесом. Особенно упор делается на вовлечение молодежи. У нас реализуется программа «Ты предприниматель» с 2012 года. И в общем-то уже порядка 16 тысяч ее участниками стали этой программы. За все это время. Вот в этом году у нас показатель 83 молодежных бизнеса. Это как итог реализации за год программы. 83 молодежных бизнеса должно быть зарегистрировано. За предшествующие годы зарегистрировано порядка 270 молодежных бизнесов. Мы мониторим их деятельность, мы не теряем с ними связи. В общем-то есть определенный процент, когда закрываются. У нас процент порядка четверти, ну 25 процентов закрыт. По тем или иным причинам бизнес закрылся. Анализируя вот молодежный бизнес, его развитие, регистрацию по другим регионам, участникам программы. У нас это незначительный процент. В других регионах намного больше. А с чем связано? По каким причинам закрывается чаще всего? Разные. Сталкиваются с финансовыми трудностями, с невозможностью реализации, ненахождение партнеров, рынков сбыта. Совершенно разные причины. Но вот такие основные указывают предприниматели. Соответственно, помощь же какая-то, да, Татьяна Анатольевна? Если там человек не справляется, он тоже же может обратиться в большое количество центров, по-моему, сегодня, как бы, и не только для молодежи. Но у нас и омбудсмен есть по предпринимателям. Да, конечно. Это институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Естественно, Головин Александр Юрьевич, он стоит на защите прав предпринимателей. И именно в той части, если органы государственные власти, ну, нарушают свои права, так скажем, и в отношении предпринимателей. Именно вот в этом случае уполномоченный выясняет, оказывает помощь. Но наша структура, вот комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, у нас создан и действует Центр поддержки предпринимательства, Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства, который предоставляет льготное финансирование. И Тульский областной гарантийный фонд, подробно сейчас коротко о них расскажу. Это, как бы, такая структура, инфраструктура поддержки бизнеса, которая предоставляет вот весь комплекс услуг, начиная от регистрации бизнеса, сопровождения бизнеса, это бесплатные консультации по всем юридическим вопросам, по вопросам ведения бухгалтерского учета, по вопросам налогообложения, сдачи отчетности и по всем трудовым каким-то спорам. Это все бесплатно предоставляется, это все в рамках государственной программы развития малого и среднего предпринимательства. Просто бери и начинай свой бизнес прямо, тебе во всем помогут. Да, мало того, у нас разработан ряд бизнес-кейсов, то есть это пошаговая инструкция и в основном таких востребованных сферах деятельности, вот предприниматели обращаются за помощью и выявляя те или иные ниши рынка, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг, производство, каких-то швейные изделия, востребованные, разработанные бизнес-кейсы, они размещены на сайте Центра поддержки предпринимательства, то есть если есть желание открыть бизнес, но не знают с чего начать, пожалуйста, к нам, мы поможем, сопроводим, проконсультируем и дальше будем сопровождать в качестве финансовых мер поддержки. У нас ряд, линейка мер таких сформирована, оказывается финансовая поддержка и в общем-то и не только на региональном уровне. Мы готовы предпринимателей поддерживать, оказывать им содействие по формированию заявок в федеральные институты, такие как фонд развития промышленности. Если это инновационное предприятие, можно получить в федеральном фонде соответствующую помощь. Можно воспользоваться услугами федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которое активно также занимается. Это в общем-то такая структура, это единый институт, где сосредоточены все меры поддержки. И необходимо сказать, что год предпринимательства в Тульской области совпал действительно с рядом таких новелл в законодательстве, которые намного облегчают участь, судьбу бизнеса. И в общем-то впервые в сфере малого и среднего предпринимательства разработан стратегический документ на перспективу. Это стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года. То есть вектор развития понятен и ясен на перспективу. У нас в регионе приняты основные направления деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года, куда вошел и блок мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. Может мы остановимся немного на каких-то, которые будут? Да. И причем необходимо сказать, что в рамках подготовки вот этого основного документа были созданы по каждому направлению рабочие группы, в том числе и по малому и среднему бизнесу, куда вошли руководители общественных объединений предпринимателей, сами предприниматели. И вот эти направления, они были выработаны именно по предложениям представителей бизнес-сообщества. Что прописано? Значит, во-первых, будет развиваться инфраструктура поддержки. Нам необходимо создать центр поддержки экспорта. Мы видим, что ряд малого бизнеса, они уже готовы выходить на внешние рынки. Которые уже не мало, не средние, а уже могут становиться более серьезными. Да, выпускают конкурентно-способную продукцию и им нужно помочь. Продвижение. Им нужно помочь в продвижении, найти партнеров. Какую помощь мы оказываем? Мы обеспечиваем и организуем их участие в выставках, в деловых миссиях, как на территории региона, так и на внешний рынок. Ну не только у нас в Тольской области, а еще за пределами. За пределами, за ближнее и дальнее зарубежье. И при этом предприниматель несет только командировочные расходы. Оплата аренды выставочных площадей, оплата регистрационного взноса по участию в том или иной мероприятии, это берем на себя. Мы в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели привлекаются и областные средства, и федеральные средства. Татьяна Валентиновна, если брать 2017 год, самое непосредственное, то, что вот у вас в планах у вашего комитета, это какие-то дальше программы развивать или что-то новое опять появится в 2017 году? Ну вот из нового это будет Центр поддержки экспорта. Уже в 2017. Это уже в 2017 открывается. Инжиниринговый центр тоже. Такие предложения давно поступают, обсуждается, определяется его специализация. Основная его цель – это поддержка инновационных и производственных предприятий. Это сертификация продукции, это вообще проведение анализа. Вот если такая необходимость есть, сначала выявляется база таких предприятий, и к ним применяется так называемая программа доращивания. Им необходимо, допустим, сотрудничать с крупными предприятиями. Что нужно? Просертифицировать продукцию, обследовать производство, внести какие-то рекомендации по модернизации производства. Что это даст? Чтобы подняться на более высокий уровень, увеличить объем выпускаемой продукции. Вот этим будет заниматься инжиниринговый центр. Татьяна Владимировна, ну прийдемся на очень короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, скоро вернемся. У нас в гостях председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева. Татьяна Валентиновна, мы с вами говорили о нововведении, которое будет происходить в 2017 году. Немного возвращаясь в год 2016, на сегодняшний день у нас по каким направлениям больше всего заинтересованы молодежь и вообще предприниматели? Мы видим, что растет бизнес, увеличивается именно в производственной сфере, в сфере строительства, в сфере строительных технологий, производства строительных материалов, в сфере сельского хозяйства. В этом году мы проводили областной конкурс для начинающих предпринимателей лучшей бизнес-идеи Тульской области. Победителем этого конкурса предоставлялся грант на безвозмездной основе в размере 500 тысяч рублей. И вот анализируя все заявки, а их было 163 заявки, подано на 50 грантов. То есть в три раза превышало количество заявок. Нас радует то, что в сфере сельского хозяйства очень активно развивается предпринимательство. Это и растеневодство, животноводство, переработка сельхозпродукции. Это наша продовольственная безопасность. Да, согласен, конечно. Немного отойдем от бизнеса и поговорим о потребительском рынке. Конечно, вы же слышали, что в Иркутске больше 60-70 человек уже погибло от употребления спиртсодержащей продукции. Мы подготовили небольшой сюжет, чтобы вы посмотрели, как и тулики и какие меры вообще у нас могут измениться продажи этого алкоголя, этой продукции. И что тулики, думаю, по этому поводу, предлагаю вам посмотреть. Пожалуйста. Одно из предложений, озвученных на заседании – смягчение правил продажи алкоголя в магазинах. Разрешить реализацию не с двух часов дня до десяти вечера, как сейчас, а с десяти утра. И в будни, и в выходные. Это и другие предложения обсудят эксперты и члены рабочей группы. Результаты направят губернатору. Кто, наверное, его пил, так и будет продолжать пить. Ну, а с десяти начать торговать, то это будет продолжаться, как и было раньше. Нет, это не та мера. Надо снизить цену на водку. Тогда не будет никто травиться, никто гадость всякую не будет покупать. Есть алкоголь и боярщик. С боярщиком надо бороться. И надо бороться, принимать меры к этим опустившимся людям. Государство их бросило. Вот на помойке здесь валяется, никто на них... Вот в чем проблема, самое главное. И вот это с этим надо бороться. Средний обыватель не пойдет, да, там все равно пойдет водки купит, чем вот это. Знаю, что это действительно отрава и все остальное. Так что цена это, ну, 50 на 50 процентов тоже, может быть, повлияет. Татьяна Владимировна, ну, какие-то меры, наверное, по всей стране сейчас будут предприниматься, естественно, с таким страшным ЧП, случившимся в Иркутске. Вот на ваш взгляд, какие меры могут, возможно, быть приняты у нас в Тульской области? Да, действительно, это ужасная трагедия. Здесь вопрос в следующем. Вот эти спирты, содержащие жидкости, они не относятся к алкогольной продукции. И они, соответственно, не регулируются законом федеральным. Они не попадают под ограничения, которые распространяются на реализацию алкогольной продукции. Это ни по времени, ни по месту продажи. Вот в этом, считаем, необходимо на ведение порядка более узаконить этот оборот спиртосодержащей продукции. Но сейчас уже и на федеральном уровне, и президентам Российской Федерации данные соответствующие поручения, и ряд проектов обсуждается, и в ближайшее время это все будет принято. Это ужесточение по обороту именно спиртосодержащей продукции. У нас в регионе, действительно, мы обсуждаем ряд предложений по внесению изменений в областной закон. Областным законом, в соответствии с полномочиями, предоставленными федерацией, у нас в регионе принято ряд дополнительных ограничений. И они уже действуют у нас. Это что касается времени продажи, установлено ограничения по реализации алкогольной продукции при проведении массовых мероприятий. У нас запрещены слабоалкогольные тонизирующие напитки. Но еще по расстоянию до образовательных учреждений поступают различные предложения. Дело в том, что внесен сейчас на федеральном уровне уже внесены ряд изменений в федеральный закон. Ну, касаются там, несколько как бы приведу примеров. Сейчас выдается лицензия одна на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах. Будет теперь с 31 марта два вида лицензии. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и лицензия для продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. И определенные требования к предприятиям общественного питания предъявляются. Это такие, как наличие обязательно зала обслуживания для посетителей. И если приобретается алкоголь в этом предприятии, соответственно, алкоголь отпускается только в открытой таре, и он должен быть потреблен именно в этом предприятии, в котором его приобрели. Хотя у нас в областном законе вот эта норма несколько в другом виде с требованиями о наличии определенного количества столов и посадочных мест, она была прописана. Нам сейчас необходимо привести в соответствие областной закон с нормами федерального закона. И одновременно создана рабочая группа по внесению изменений в областной закон. И одновременно идет обсуждение действующих дополнительных ограничений. Поступают разные предложения от представителей бизнеса, от администрации муниципальных образований, от федеральных органов. Все эти предложения обсуждаются на рабочей группе. Кроме того, эти предложения были озвучены и на заседании областной межведомственной комиссии, которая прошла по поручению губернатора именно в связи с ситуацией в Иркутске. Окончательно предложение будет сформировано после получения от экспертов еще дополнительных заключений. И пакет предложений будет направлен к губернатору для того, чтобы принять окончательное решение по внесению изменений. Мы можем сказать, Татьяна Анатольевна, что с завтрашнего дня никто не начнет с 10 утра торговать алкогольной продукцией в Туле области. Нет, у нас действуют определенные ограничения с 14 до 22, а в выходные с 12 до 22. Хорошо. Ну, мало времени остается у нас, практически одна минута. Наверное, хотел бы вас коротко спросить о самых больших проблемах, с которыми приходили предприниматели, которые, на ваш взгляд, еще остаются у нас в регионе, с которыми они сталкиваются. Ну и поздравить, наверное, всех с Новым годом. Ну да, действительно, проблемы остаются у предпринимателей, несмотря на все принимаемые меры. Ну, значит, они недостаточно еще приняты в части давления, административного давления на бизнес, в части проведения контрольных мероприятий. Но хочется сказать, что сейчас утвержден паспорт приоритетного проекта, такого как реформа контрольно-надзорной деятельности. И с 2017 года начинается активная реализация этого проекта, причем это будет осуществляться под контролем органов прокуратуры. И смысл этой реформы, контроль должен быть направлен на профилактику, на информированность предпринимателей, готовить их к тем нововведениям, рассказывать, обучать их, чтобы задача не оштрафовать, не закрыть бизнес, а помочь поддержать их. Ну и пожелания предпринимателям стабильности, постоянных, прозрачных, открытых правил работы в бизнесе, не сдаваться новых побед и свершений. Спасибо большое, Татьяна Антимовна. Вас тоже с наступающим Новым Годом. Мы будем встречаться с вами обязательно в 2017 году и помогать предпринимателям развивать свой бизнес. Обязательно, спасибо. Это была программа «Особое мнение». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова